друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие буду с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребятки огромное вам спасибо за вашу поддержку на также моих хороших добрых зрителей хочу еще раз поздравить с масленичные друзья мои наши масленицы с нашей масленичной неделей пожелать вам здоровья крепкого счастья любви взаимной всяческого благополучия всего вам самого наилучшего вам всего самого хорошего вам вашим семьям вашим родным близким мужьям женам и вашим деткам вашим родителям ну что ребят масленичная неделя сегодня я у меня прям вообще сегодня такой классный день вот честно я столько всего тоже приготовила и борща наварила и мясо запекла и блинов напекла ребята с разными начинками вообще и с капустой и с курочкой и с мясом друзья мои да да но также будут блинчики детки как всегда предпочитают с нутеллой со сгущенкой кстати тоже люблю со сметаной со сгущенкой простые обычные такие блинчики ну и конечно же с красной рыбкой не без этого кто-то может быть с красной корочкой будет короче друзья мои масленицу будем обязательно отмечать ну да не будем отмечать я так понимаю что скорее всего сегодня уже блинками полакомились но будем отмечать наверное скорее всего завтра ну что я никуда не пропала просто я когда вышла выложила первые свои два обзора потом мои меня сгоношили у нас день сегодня ребят прекрасный завтра кстати обещают дождь и снег представляете поэтому мы сегодня солнечный день мы рванули друзья мои пошли погуляли уралка не постояли как ты как соляной столб да друзья бай стоит крутится вокруг своей оси и пахнет я шикарная женщина мне все завидуют я оля уралочка да друзья мои нет мы не стояли мы ходили гуляли по набережной боже какая погода шикарная солнце светило было плюс 12 для нас это вообще теплынь просто но ветер конечно дул очень сильный потому что огромная у нас века красивенная обалденная набережная тоже классная в общем погуляли друзья мои заехали там все что купили все что нужно заехали в гипермаркеты в торговые центры там столпотворение просто что-то чем-то все бегут все уже как говорится да у всех уже у всех уже и праздники и хорошее настроение и весна и и все как говорится в общем ладно а мы мои хорошие я вас всех поздравила да переходим конечно же к нашим баранам возвращаемся к нашей паре гнедых друзья мои а там а так друзья мои во всей красе показ мод на арене друзья мои на сей раз да да брюки превращаются превращаются брюки в элегантные шорты нет даже близко ничего подобного не было то что нам демонстрировал друзья мои прекрасный талантливый миронов да актер андрей миронов мы помним прекрасный этот эпизод из фильма бриллиантовая рука нет друзья мои тут вообще был какой-то непонятный персонаж непонятный персонаж это наша друзья мои лялька полкило которая кричала сегодня прицепилась к этому бедному несчастному пацану честно в этот момент мне стало его жалко искренне жалко потому что это ненормальная ситуация цепляешься к пацану который тебе вообще никем не приходится да ну и что что он живет типа в твоем доме в твоей квартире еще неизвестно живут ли они там да я вот склоняюсь к тому что все таки они там не живут но дело не в этом дело в том что цепляться и требовать комплименты так ты от мужика своего требует он по закону по крайней мере по бумажке да возможно у вас там эффективный брак о чем мы со зрителями и думаем да но в любом случае ты с мужика своего тряси чтобы он тебе отпускал комплименты хотя какие там комплименты можно отпускать и опять же он так ее сильно любит да но на аватарках везде у сраилки друзья мои стоит молодая красивая голубоглазая да светловолосая славянка красивая стройная офигенная ну да вот вот так вот и любит представляете мне интересно мнение моих зрительниц я уже как-то задавала этот вопрос кому-то бы понравилось если бы на аватарке мужа стояла другая фотография да не ваша а какого-то другого так скажем персонажа какой-то другой женщины или другой девушки я очень сильно в этом сомневаюсь так вот друзья мои уралка вы знаете прицепилась к этому пацану скажи да а я сегодня а я сегодня и динчиках в рубашке мандя 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 друзья мои мандя да да мы с вами на эту тему поговорили ну что я хочу сказать сразу вот говорю я всегда да что сарафан нам показывает уралку и вы тоже об этом говорите и пишите что сарафан показывает нам уралку исключительно только до пояса ниже пояса все табу друзья мои табу полнейшая да но нам сегодня типа типа на те смотрите 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 вот так вот завозюкал камерой в разные стороны вы меня извините то что сегодня они ее издалека пытались показать ну типа вот держите да как я всегда говорю наша дрессированная мышь наша наш дрессированный хомяк уралка да но они там все такие они там все со странностями все как говорится да под одну дуду что уралка что ее вот эти вот эти да хомяки обожатели которые за нее везде там рвут свои цельняхи на своей груди друзья мои ну что как говорится каждому свое так вот у каждого свои знаете кто-то кто-то как говорится да понимает все прекрасно кто-то знаете защищает зигавантов и тех кто оскорблял славянских девчонок славянских женщин если они такие терпилы если в них можно вот так плюнуть то пусть защищает ради бога продались продаются знаете выступает за уралку продаются за трусы над василька вот собственно и все так вот ребят когда он сегодня возюкал вот так вот камерой показывал ее издалека вот в этой знаете вот там где вот эта примерочная собственно было да где вот она там показывалась стояла там на этой торговой точке и так далее я что хочу сказать он ведь толком ее фигуру ни разу не показал то есть она ни разу нам не показала как ее джинсы смотрелись на ее корме я же сказала если ты считаешь себя поистине шикарной женщиной то тогда ты покажи свой вот этот вот зад свой пердак как он смотрится у тебя я представляю себе как он смотрится в 200 кг ребят это ужас кромешно он и в 100 кг это большой а в 200 он просто необъятный ты знаете шире хабаровского края да вот как все вот есть прекрасная вот это вот пословица поговорка да шире хабаровского края вот так и уралка да кто-то говорит ой там вот значит по карте унузки нет он ширину вот такой вот вытянутый вот так вот имеется ввиду есть это выражение бытует уже много-много лет но дело не в этом дело в том что как она выглядела это конечно было нечто вы знаете я увидела перед собой какого-то какого-то непонятного вот это то ли маленький мук да вот точно так же как и сарафан только сарафан сам по себе получается какой-то мелкий толстоватый а у уралки ребят у нее вообще получается нет ног у нее верхние вот эти ляхи они просто очень огромный там такой слой жира обратите внимание там это в штанах было очень сильно видно то есть там вот это пузо висит до колен вот эти ляхи ноги получаются короткие они так у нее короткие потому что они огромные тумбы у меня полненькие ножки уралка полненькие ножки это может тебе сказать а девушка или женщина у которой 100 килограмм веса но не которая весит 200 кг у тебя весь весь вес практически да то есть то что мы говорим что она огромная сверху ребят она более огромная снизу снизу она еще более огромная и когда вот она себя а когда они ее показывали знаете что хочу сказать вот она все время себе меряет какие-то примеряет да то туники то какие то вот эти платья да туники она себе меряет вот когда она их натягивает на себя напяливает на себя у нее получается туники болтаются ниже колена и такая такой раз такой вот такая длина вообще не идет потому что у нее когда она их натягивает на штаны складывается впечатление что у нее ног нет вообще что она то ли карлик то ли еще она кто-то то есть как будто у у нее вообще нет ног, да, вот какой-то маленький мук, вот огромная, необъятная, и ног там как будто вообще даже близко нет. То есть она даже не понимает, что ей можно одеть, да, а что одевать ей вообще не стоит. То есть на что стоит обращать внимание, а на что не стоит обращать внимание. Я вот так вот посмотрела, ну что там показали эти джинсы? Ну, показали там где-то издалека и так далее, там видно, что там трындец, туши свет, бросай гранату. Со стороны это выглядело просто ужасно. Ну, а как, с другой стороны, вы хотите, чтобы это выглядело, когда она весит 200? Ребят, как? Это же ужас. И она же ни разу себя не показала, чтобы было видно, как она действительно встала, вот я покрутилась. Я хочу сказать, та же вот судачиха, да, допустим, та же судачиха, сколько раз она себя показывала, да, человек, когда не стесняется себя, да, когда он пытается там фриковать, хайповать на этой теме, он может себя показать и в коротких шортах, что и делала судачиха постоянно, когда я не забуду, как она в коротких шортах ползала там, полы там мыла, что-то убиралась, что-то там делала и так далее, да, то есть показывала себя во всей красе, а этот о себя скрывает. Это как раз-таки говорит о том, что она очень себя стесняется, вот эти все ее словечки, я шикарная, я такая, я сикает для шикарных, это всего-навсего обманка, это всего-навсего, она пытается показать, что нет-нет-нет, я, мол, себя люблю. Нет, ребят, она не любит себя. Если бы она себя любила, она бы за собой все-таки ухаживала, по крайней мере, хотя бы как-то старалась. Она не любит себя, она в себе очень не уверена, она прекрасно понимает, как она выглядит, и никто ей не делает никакие комплименты, и сарафан ей никогда вообще не делает даже близко никаких комплиментов. В общем, она влезла в платье, начала эти платья на себе демонстрировать, я смотрю, ребят, там мама родная, она обсирает эти платья, и это платье не такое, и это платье не такое, и это платье не такое. Ребят, Уралочка, ты не понимаешь, дело не в платьях, дело в тебе, дело в том, что на тебе действительно любой прикид смотрится ужасно, потому что тебе надо было браться за себя и, по крайней мере, хотя бы как-то стараться выглядеть более-менее нормально. Влезла в одно платье, оно настолько свободное, и кричит сарафану, иди сюда, говорит, влезай, говорит, типа, залезай, говорит, сюда в платье, говорит, будешь вместе со мной. Не, ну что, правильно, Уралочка, молодец, да? Да, действительно, и кроссовки у вас одни на двоих, и платье, мешок у вас тоже один на двоих, вот туда засунешь сарафана, и будешь ходить, собственно, как-то так. Ребят, когда она нацепила на себя красное платье, я просто валялась, мало того, что у нее сиси до писи висят, а писи, вареники висят до колен, да, в этом красном платье она выглядела, конечно, очень потешно, Уралочка, я не знаю, какое-то там постоянно белье нижнее, про которое ты говоришь, ой, для нас, для женщин, вот для таких, как я, я покупаю нижнее белье, у тебя вообще не держит твой, вот твой лифт не держит твою грудь, ты как-то хоть со стороны посмотри, такого быть даже близко не должно. В этом платье, друзья мои, она говорит, она стоит и говорит, ну нет, это, говорит, не мое, ну, говорит, сюда, говорит, в карман, а там, получается, такой карман, да, сверху-то, она говорит, в этот карман, можно, говорит, много чего положить, в этот момент, друзья мои, вы знаете, продавец испугалась и говорит, не-не-не, не надо, не надо, говорит, туда ничего, говорит, складывать. Продавец, видимо, глядя на нее, женщина, посмотрела на эту тумбу-юмбу и скажет, блин, да кто ее знает, может она там жрачку постоянно с собой таскает, сейчас как туда положит сразу там полку колбасы, да, батон, друзья мои, там еще какую-нибудь жрачку, собственно, ну вот понимаете, о чем, да, о чем, какие мысли, что у сарафана, помните, он ей говорил, о, тут такой ворот, ты будешь идти, там есть, у тебя будут падать еда не на землю, да, а будет в этот ворот, ты из него достанешь, то есть они постоянно думают о жрачке, и вот она тут же увидела вот этот карман и говорит, о, а туда можно много чего положить, ну, правильно, уралочка, давай, давай, складывай туда жрачку и будешь бегать, как кенгуру, впереди у тебя будет мешок, будешь оттуда доставать батон, будешь оттуда лепехи доставать и жрать прям не отходя от кассы, ну, и продавец, я говорю, когда услышала этот момент, она испугалась, она говорит, нет, 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 она причем на полном серьезе, да, но есть люди, которые не понимают шуток, вот, к сожалению, есть такие люди, да, но продавец, видимо, глядя на нее, поняла, что, может быть, она действительно туда сейчас жрачки наложит, и все, как говорится, пиши, пропала, далее, далее она стоит, крутится в этом платье, ребят, я упала в обморок, когда уралка произносит следующие слова про это красное платье, ну, нет, сафарчик, ну, как ты считаешь, нет, нет, да, да, я тоже считаю, что нет, нет, не подходит, ты знаешь, я считаю это платье для более старшего поколения, боже мой, мои хорошие, я когда этот момент услышала, все, вот просто мне хочется сказать одно, ребят, я валяюсь, вот кто стоял, те присядься, да, кто сидит, те прилягтся, это что-то с чем-то для более старшего поколения, уралочка куда уж старше, я не о том, что там 54 года, да, нет, нет, даже дело не в этом, дело в том, что ты выглядишь сама намного старше своего возраста, ты выглядишь лет на 75, да, и ты постоянно пытаешься принизить других людей, так я тебе хочу сказать, что многие женщины, даже в 75, да, они выглядят намного лучше, нежели ты в свои 54, и ты выглядишь действительно ужасно, поэтому это не платье для более старшего поколения, это просто платье для действительно женщин, понимаешь, а не так, что ты напялишь все, что угодно, и всю одежду, ребят, она обсирает, вот всю, она стоит, смотрит на себя со стороны, ну, нет, не подходит, нет, а в этом платье стало еще больше, куда уж больше, ребят, она просто не понимает, она жрет, сидит тазами, а потом удивленно смотрит на себя в зеркало, уралка, ты в доме в зеркало вообще не смотришь на себя, нет, то есть, ребята, она так удивляется, что она смотрится, потом просто огромный дирижабль, друзья мои, проплывает между нами, да, далее, далее, да, это, значит, молодуха сказала, нет, 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 это для более старшего поколения, ню-ню, очень интересно, далее, вы знаете, в итоге она купила, кстати, черное платье, ребята, которое ее обтянуло просто, знаете, вот тут вот все ее вот эти вот сиси, все обтянуто, не вздохнуть, не пернуть, далее вот это, знаете, как вот это, как у монашки, вот это вот все прямо допят, вот это платье, я не знаю, как она там будет зимой, господи, летом в этом ходить, вся в черном, черти как, вот эти рукава короткие, то есть, вот ей надо рукав, как минимум три четвертых, да, вот такой вот рукав, три четверти, да, а она постоянно свои крылья выставляет на всеобщее обозрение, у нее вся эта требуха висит, она даже не понимает, что ей стоит покупать, а что ей покупать не стоит, в итоге я посмотрела, все, вот она стоит, она меряет одежду, ребят, она стоит на ровном месте, бабе 54 года, для более старшего поколения, уралка более старшее поколение, ты знаешь, ходит, гуляет, представляешь, воздухом дышит, да, проходит несколько тысяч шагов, а ты стоишь, тетеха, и шага сделать не можешь, зато орешь, как потерпевшая, жрали, жрем и будем жрать, так жрите, ради бога, а мы прикалываемся над вами, имеем полное право, уж показывайте свой говноконтент, вот мы его, собственно, смотрим, в общем, стоит, ребят, в этом платье, стоит, меряет одежду, пыхтит, как будто, знаете, как будто она там, на ней, знаете, что-то там, ее погоняли, да, в повозку запрягли, и вот эту вот лошадь гоняли по кругу, пони бегает по кругу, да, друзья мои, стоит, пыхтит, задыхается, боже, я смотрю на нее, думаю, да, ты, тетка, стоишь 54 года тебе, а ты хорохоришься, а ты даже два шага сделать не можешь, и уже у тебя хреново, чему тут можно радоваться, чему тут можно, да, вообще даже со стороны смотрится вообще ужас, короче, отхватила черная платьица, все крылья свои, всю требуху выставила наружу, да, все свои недостатки, нормальные, умные девушки, женщины, недостатки, как известно, принято скрывать, а достоинства принято подчеркивать, да, но это все, вечно все вываливает на всеобщее обозрение, стоит, вот, знаете, в черте что и сбоку бантик, ни разу вблизи, кстати, не показали, как она без куртки в этой, прямо своей, кстати, вот в этой рубашке, со всех сторон, вот так, и сзади, и спереди, где-то там издалека, джинсики толком мы не видели, но то, что когда у нее ноги показали, это, конечно, какой-то кошмар, там такой слой жира на этих ляхах, ребят, там, как она там эти джинсы себе подбирает, я просто не представляю, в общем, ребята, стояла, стояла, черти как, ну, она хотя бы, у нее была куртка расстегнута, этот фунтик, 50 лет спустя, ну, обдушка вообще стоял весь закупоренный, в шапке стоит куртка, вот эта по самое небалуй, по глаза застегнута, господи, хоть бы ему там расстегнули эту куртку, хоть бы сказали с ними шапку, да, боже мой, я смотрю на них, ну, как какие-то дикари, как какие-то вообще ненормальные, вот не знают даже, как одеться, как выглядеть нормально, что этот шаромышник, что он на него не натяни, он к шаромышникам был, шаромышником останется, что это, тоже даже купить себе не может, господи, имея такой вес, имея такие проблемы, да, ты уже должна знать прекрасно, что тебе идет, а что тебе не идет, вот что значит, когда у людей нет вкуса, причем нет вкуса вообще ни в чем. Ребят, как вы уже поняли, продолжение следует, мои хорошие, пишите свои комментарии на ютубе, ставьте лайки, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Еще раз всех целую, еще раз всех с масленицей, всего вам самого хорошего, здоровья, счастья, любви и всяческого благополучия. Ваша Галинка Малинка, всем пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok